Традиционно на сходах глава города рассматривает жалобы и просьбы жителей района. Здесь адлерцы пожаловались на отсутствие освещения на некоторых участках улиц Мира, Худякова и Урожайной. Этот вопрос был решен сразу. Просят жителей ряда домов и установить контейнерные площадки, но, как выяснилось, сами они заключили договор с частными фирмами по вывозу мусора. А как показывают проверки, именно такие маленькие фирмы и не вывозят мусор из города, а привозят их на площадке Саха. Глава города порекомендовал переоформить договор и обратиться в крупное предприятие, которое гарантирует и своевременный вывоз мусора и оборудование контейнерных площадок. На улицах, на магистральных улицах контейнерные площадки не ставим. Ставим во дворах, чтобы следили за этими дворами. Потому что если у нас установлены жители, например, дома, они платят за свой мусор. А если на улицах поставим, то жители других сел везут туда. Жалуются люди на отсутствие тротуара вдоль дорог. На недостаточное количество пешеходных переходов нет также и препятствий для снижения скорости вблизи школы, так называемых «лежачих полицейских». Решение комиссии положительное, а дорожники не устанавливают. Слышите, да? В чем дело? У комиссии по безопасности дорожного движения, как выяснилось, уже есть на руках решение по установке таких конструкций. Глава города дал распоряжение навести порядок в этом вопросе, как и в вопросах тротуаров. Их отсутствие во многом вина самих же жителей, которые захватили лишние метры. Надо, чтобы жители, и в том числе те, которые нарушили земельное законодательство, захватили себе эту, вернули ее, заборы свои переставили. Я такое поручение дал уже. После того, как закончится, уже будем учитывать, что да, тротуары должны здесь появиться, а раз должны появиться тротуары, то там можно делать и землю. Попросили люди обустроить детскую площадку в их районе, но земли, там краевые, глава города пообещал перевести их в муниципальную собственность, чтобы муниципалитет имел полное право построить там площадку для адлерских детей. Гелена Овсецна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.